здравствуйте друзья с вами доктор олег вадимович кончеренко и это видео анонс моего летнего курса обучения диагностики организма я обновил программу на процентов 30 и она по-прежнему предназначена для медицинских работников среднем медицинским образованием с врачей которые хотят заниматься самолечением самодиагностика я считаю что каждый человек должен быть себе врачом понимать что в теле происходит и уметь правильно выставлять диагноз и помогать себе и своим близким поэтому первый этап курсом будет раньше его не уделял отдельно но сейчас я прочитаю по пожеланию своих учеников это знакомство с организмом анатомия физиологии организма чтобы вы понимали как устроено тело какие есть системы организма какая физиология взаимосвязи работы понятно что в медицинском университете где я учился 6 лет анатомии физиологии нас учили два года я выучивал название по-латински мышц куда они крепятся название костей но такой глубины знаний вам и не надо но вам нужно понимание как все работает чтобы понимать или правильно интерпретировать симптомы организма жалобы пациентов и так сбор жалобы пациента я расскажу на что обращать внимание какие вопросы нужно задавать для выявления причин проблем со здоровьем исходные данные пациента то есть можно сделать измерение каждый каждый человек может измерить рост вес объемы окружности померить артериальное давление расскажу о нюансах как это делать измерить пульс и вот по этим базовым вещам уже можно сказать о многих параметрах работы организма определить достаточно ли кислорода для организма затем диагностика заболеваний самых распространенных болезни цивилизации это просмотрим какие симптомы кардиологических заболеваний сердечно-сосудистые пищеварительной системы эндокринных половые половой системы мочеводелительной все приведу самые распространенные причины вот и жалобы которые пациенты приходят к врачу или люди сталкиваются с при оздоровлении как как их правильно понимать лабораторные анализы каждый человек может пойти в лабораторию сдать анализ крови сейчас уже даже пишут выделяет шрифтом черным значит какие отец отклонения по параметрам в крайнем столбике пишут даже границы нормы то есть эти вещи вы можете сами у себя проверить вы можете проверить у своих подопечников вы консультируете но нужно знать на какие анализы нужно направлять и какую информацию вы получите диагностика по пульсу организма тоже расскажу о отличной методике где можно за пять минут считать интегральные показатели человеческого организма по замеру однополярного электрокардиографии это может сделать каждый человек не обязательно врач и приборы расшифровывая данные хорошая методика я вам покажу как оценивать результаты как это все проводить затем расскажу о диагностике инфекции у людей вызывает интерес диагностика паразитов простейших бактерий вирусов рябов какие вообще они бывают какие локализации какие симптомы ведь в больницах поликлиника к сожалению врачи они пропускают очень много инфекций и вот только с помощью прицельной лабораторной диагностики либо вот метод вегатес на который я работаю можно действительно определить точно какой конкретно возбудитель вызывает уриное воспаление поговорим о самых распространенных ситуациях затем диагностика нехватки минералов витаминов аминокислот расскажу о симптомах расскажу из каких продуктов питания где брать источники для витаминов минералов диагностика аллергии аллергенов пищевая непереносимость расскажу как какие способы есть определение продуктов питания какие бывают аллергены это будет такой первый уровень для такой самый ознакомительный на втором уровне пойдет уже диагностика инструментальная я расскажу как работает на диагностике вегатест или методу фоля где нужен конечно прибор и расскажу об истории вообще этого методики научного обоснования как это работает физические принципы тестирования и биорезонансные бездарно 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 лечения как конкретно работать с прибором держать щуп какие клавиши нажимать какие указатели в какой последовательность последователь нужно включать как проводить частотное лечение индукционное лечение то есть базовые вообще вещи работы с методикой биорезонанса с вегетарезонансным тестированием и практика работы с точкой мои ученики высылают мне видеоролики как они тестируют все видим смотрим с учениками я исправляю ошибки и практика показывает что люди после моего курса обучения учатся у них получается правильно брать точку это самое сложное в этой диагностике и третий поток для тех учеников кто уже у меня проходил обучение по диагностике вегатест это уже более 25 человек это углубленный курс по вегатест с организма я расскажу очень хорошая методика процедура оптимизации гипоталамуса или всего организма как вот можно быстро и легко помочь пациенту с помощью биорезонанса определение ложной полярности как ее снимать то есть этот от различных наводок электромагнитные поля это радиоактивная нагрузка возникает неправильная ориентация клеток и организм заболевает вот как снимать эту ложную полярность затем поговорим о о записи пизель биорезонансных препаратов как именно в каких чашечек нужно записывать гранулы и в чем есть отличие расширенный обзор указателей для диагностики все в приборе вот на котором я работаю около там 15 тысяч указателей понятно что всех их знать не надо но я вам максимально расскажу покажу те которые вам пригодятся подходы поврежденного лечения наторопатическими препаратами регулирующие медицинные препараты хель гуна биодобавками то есть я уже разберем самые распространенные заболевания и я вам поделюсь опытом как их надо лечить уже не только резонансом а и регулирующая медицина есть капельки различные гуна хель иногда помогает даже биодобавки ответы на вопросы и конечно в конце каждого вот курса обучения будет мини экзамен где вы будете буду давать вам задачу расписать курс лечения и мы потом с группой будем проверять как вы его выполнили и после каждого курса обучения идет конечно выдача электронного сертификата и диплома вот такие вот такой план обычно занятия будет проходить раз в неделю проводили чаще но они все успевают и каждая ступень будет длиться около полутора двух месяцев почему летом потому что будет длиннее солнечный день больше солнца больше сил есть период отпусков выходных праздников то есть это хорошее время для того чтобы поднять повысить свои знания повысить квалификацию чтобы в течение года уже следующего вы работали со своими клиентами получали лучше результаты были более удовлетворены своей работой поэтому записывайтесь при раннем записывании действуют специальные летние цены до встречи друзья